Музыка Здравствуйте, мои дорогие коллеги-садоводы! Вот дождалась, пока не будет яркого солнышка, не будет такого солнцепёка, чтобы прогуляться по саду. Выполняю вашу просьбу. Сегодня мы с вами пройдём по одной части сада. Понимаю, что навлеку сейчас огромное количество негативных отзывов в том числе, но в любом случае покажу, что и как у меня растёт. Почему сразу сказала негативных отзывов? Потому что очень много противников таких плотных уплотнённых посадок, а я как раз очень люблю уплотнённые посадки, в котором растения прекрасно и гармонично уживаются друг с другом. В любом случае, каждый делает свой сад. Я не устану это повторять, что каждый делает свой сад таким, как он его видит. Мы рисуем с вами такую картину растениями, именно растениями, которые нравятся только нам. Ну что же, давайте начнём. Я сегодня не буду вам подробно рассказывать о том, как выращиваем то или иное растение, потому что буквально по каждой культуре есть отдельные ролики. У нас сегодня с вами ознакомительная прогулка. Может быть, кто-то возьмёт себе какие-то элементы, кому-то что-то понравится. Мы же черпаем идеи также и друг у друга. Поэтому сегодня мы с вами гуляем, смотрим, какие растения и что с чем растёт. Ну что же, давайте знакомиться. Первая наша красавица, на фоне которой я говорю вступительное слово, это Ива. Ива Хакуранишики на штамбе. Вот такая красотка. Шум воды – это у нас фонтанчик. Я включила фонтанчик среди растений. Мы сейчас пойдём дальше, и его уже слышно не будет. Но хотя шум воды прекрасно создаёт настроение. Вот такая у нас красотка Ива. С правой стороны здесь у нас зона барбекю. Что мы там делали на этой летней кухне, как мы что-то там выстраивали и оформляли, я покажу отдельным блоком, а то сразу всего много будет неинтересно. И слишком много информации. Поэтому пока знакомимся вот с такой замечательной Ивой Хакуранишики. Как я уже сказала, она на штамбе. Вот такая красотка. Вот там сзади хвостик фонтана у нас. Рядом с ней находится замечательная гортензия. Гортензия метельчатая. Пока ещё соцветий на ней нет. И пока даже не завязывается. Вот надо посмотреть. Но кустик чисто внешне здоровый, хороший. Вот такой у нас кустик гортензии. Кустик этот у меня растёт давно. Рядом. Рядом находится тоя шаровидная. Маленькая шаровидная тоя мистер боулинг-бол. Следом в нижней части идёт горизонтальный можжевельник. Такой с голубоватым оттеночком, чтобы с красивой зеленью не сливался. Дальше смотрите. Впереди тоя шаровидная даника. Маленькая. Вот такой маленький шарик. Следом за ней спирея. Она ещё не зацвела. Все моменты. Потому что нельзя захватить сразу сад, чтобы цвело всё. Не получается. Как только будет цвести эта спирея, я вам обязательно покажу. Это сорт шарабана. Она цветёт двумя цветами. Белым и розовым. А вот здесь такой на втором плане красавец-пузыреплодник. Многие давали комментарии. Нельзя сажать растение с шоколадным оттенком на фоне шоколадного забора. Ещё раз подчеркну. У каждого растения своя задача. В данном случае мне нужно было посадить именно этот пузыреплодник. Справа можжевельник. Маффет блю. Вот посмотрите. Всё-таки вот это сочетание. Сначала мне казалось, что будет пестровато. Нет, получилось не пестровато. На мой взгляд, абсолютно нормально и гармонично. Иву хакуронишики буду стричь. Соответственно, она будет зелень с белым. Потом опять будет нарастать и розоветь. Вот так она красивенько у нас цветёт. Можжевельник очень хорошо, потому что он справа и слева охраняет, я бы так сказала, и наслаждение даёт нам в зоне барбекю. Потому что аромат можжевельника, конечно, когда сидишь пьёшь чай, аромат пряных трав, который у нас находится рядом у можжевельника, это очень здорово. Цветение спиреи обязательно покажу, как я уже сказала, отдельным блоком. По всему участку у нас вот такие находятся фонари на высокой ножке. Но не буду забегать вперёд. Итак, рядом что? Рядом гортензия. Тоже гортензия метельчатая. Очень люблю метельчатые гортензии. Как только они вступят в пору цветения, обязательно сделаю видео уже этого года. Видео прошлого года вы можете также посмотреть на моём канале. Наверное, я неправильно говорю. Канал. Да, на моём канале. Но канал я бы назвала так, это семейный. Потому что сад наш семейный. Это место, где мы любим находиться всей семьёй. И мы с мужем, и дети, и внуки. Когда ещё родители приезжают. Это такое счастливое время, когда и родители ещё живы. И дети уже взрослые. И внук замечательный бегает. Поэтому это сад наш семейный. Уход, да, ухаживаем мы за садом с мужем вдвоём. Сразу хочу в очередной раз подчеркнуть. У нас нет рабочих, которые делают за нас всю работу. Только мы вдвоём. Бывает, где-то и сорняк растёт. Бывает, вовремя за растениями не поухаживали. Всё бывает, как у всех. Бывают и неудачи, бывают и успехи. В этом году у меня, например, розарий. Большой розарий на реконструкции. Потому что я очень много роз выкопала. Но две трети розарий у меня, конечно, в этом году есть. Молодые посадки есть. Я вам всё показывала. Ну что же, идём дальше. По всему периметру у меня растут вот такие стражи порядка. Это туи с марагды. Красавицы. Когда ещё ничего не цветёт, очень выручает зелень. Ну, здесь роскошный шар ивы хакуранишики без штамба. Ну, посмотрите, какой огромный. Он такой волшебно-воздушный. Не знаю, как вам. Многие считают, что ивы на участке – это и вообще декоративные кустарники – бесполезные растения. На мой взгляд, если вы хотите сад минимального ухода и хотите хоть немножко времени уделить себе и отдохнуть, обращайте время именно на декоративные кустарники. Внизу точно так же замульчирована корой сибирской лиственницы и горизонтальным оживельником. Вот здесь я, как в очередной раз скажу, я экспериментатор. Здесь посадила лиственницу. Я примерно понимаю размеры лиственницы, но поставила себе такую задачу – стричь и формировать её так, как мне захочется. И буду смотреть, что получится. Видите, я её сейчас обрезала и сделала таким шариком. Ну, наверное, не с строгими ровными формами, но она имеет вот такую форму очертания, во всяком случае, очертания шара. Мне показалось, что вот здесь всё шаровидное. Шаровидная вот такая форма у ивы хакуранишики и лиственница. Ну, поживём, увидим, посмотрим, какая она будет. А путешествуем следом. Дальше у нас идёт спирея. Спирея берёза листная. Вот когда сейчас она цветёт, вот посмотрите, там есть нежные соцветия, вот такие белые соцветия. И красота вот этой ивы, конечно, смотрится очень эффектно. Листочек у этой спиреи совершенно другой. Вот такой. Он у тех спиреи, которые я вам сейчас шарабану показывала, листочек такой продолговатый, а этот более круглый. Основное цветение уже закончилось. Не успела я его захватить. Но в любом случае я уже показывала фотографии. Есть вот веточки, которые отцвели. Вот стричь, наверное, не знаю, буду, не буду, но думаю. Дальше на втором плане лиственница. Лиственница плакучей формы на штамбе. Вот так, да, плотные посадки. Что нужно делать, когда растения разрастаются? Ну, самый простой путь это взять. Допустим, вот на будущее. Вот ива шаровидная. Вот здесь гортензия. Если посадки сильно уплотнены, можно отделить часть куста спиреи или вообще ее выкопать. И, пожалуйста, пересадить куда-то в другое место. Я не сторонник травмировать растения. Поэтому я считаю, что лучше сделать правильную обрезку. И шар вот этот можно уменьшить в размерах. И спирею можно подстричь. И растения будут прекрасно вместе себя чувствовать. Что дальше у нас? Ну, без фигурки не могла обойтись. Стояла она у меня в розарии. Сейчас, конечно, я ее перенесла сюда. Второй год она здесь у нас. Туис маракт вы все знаете. Здесь форзиция. Форзиция отцвела весной. Цветение было очень пышным, красивым. Вот теперь такие зеленые листочки. Здесь у нас гортензия древовидная. Древовидная гортензия подвергается у меня сильной-сильной обрезке на зиму. Обрезка под самый корень. И, как вы понимаете, здесь я уже не мульчирую, ничего не делаю. Просто обрезаю и до весны. Вот она сейчас скоро уже нарастила вегетативную массу. Второй год. Нет, обманула вас. Третий год. Первый год я ее посадила совсем махонькую. Прошлый год она уже себя так неплохо чувствовала и зацвела. Вот сейчас уже ей третий год. Давайте смотреть. Чистенькая листочки, все чистенькие. Вот такая красотка. Учитывая плотность посадок, вот так пион запутался в ветках форзиции. Именно запутался. Но при этом это не умаляет никак его красоты. А пионы тоже молодые. Три года кустику. В этом году решил посадить сюда еще маленький барбарис. Не удивляйтесь, скажете, куда же она еще сажает. И так всего много. Да, посадила декоративный, маленький. Его высота будет всего 30 сантиметров. Зато посмотрите, какая листва красивая. Ну, вот так мне нравится, чтобы плотные посадки были. Чем меньше места для сорняков, тем лучше. Ну и плюс почва должна быть всегда одета. Идем с вами дальше. Что же дальше у нас? А дальше вот такая еще одна гортензия. Здесь муж сделает обязательно под ветку подпорку. Я ее вытащила. Вчера тут ходила сорняки, немножко продернула. Подпорочку поставим. Обрезать не решилась. Эту ветку уж очень она красивая. Почему подпорочку поставить, чтобы не мешала расти гортензия. Вот здесь метельчатая гортензия, достаточно хорошая, молоденькая. Так что гортензия здесь будет хорошо. Веточку поднимем, она будет чувствовать себя прекрасно. Кстати, часть забора прикроет. Здесь пиончик. Какой цвет, не знаю. Ну, вот распустится, посмотрим. Здесь это гибрид. В прошлом году посадила. В этом году вот такой результат. Какой будет цвет, тоже не знаю. Почему сразу говорю, не знаю. Потому что бывает так, что попадает пересорт. Сажаешь один, другой. Но сколько бы мне не попадалось пересорта, не поверите, я всегда этому рада. Потому что как-то растения, получается, вроде бы неожиданно, но грамотно вписались. И вроде бы красиво. Ну, дальше опять наши излюбленные стражи порядка Смарагды. И здесь Ива. Ива Козик, Илманрок. Наверное, тоже вас удивлю. Что же это за стох у нее такой? Стох. Его надо немножко сейчас подстричь. Потому что здесь все почвопокровные растения. Разрослись, прекрасно себя чувствуют. А вот Иву мне нужно немножечко подстричь. Я в прошлом году укоротила зонтиком. Посмотрела, как это будет. Да, вы знаете, мои дорогие, мне понравилось так гораздо больше. Поэтому на сегодняшний день работа нам предстоит с этой Ивой достаточно большая. Чтобы она таким же зонтиком была у нас. Пойдемте по дорожке, посмотрим, что у нас дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...